Всех приветствую, друзья! С вами я, Аника. Сегодня мы поговорим про то, как я адаптировался к новой культуре, как я привлекал к новому языку, к новым традициям, к другим людям, к менталитету, переехав в другую страну, переехав в Израиль. Мы начинаем. Первое впечатление. Как только я переехал в Израиль, я просто словил дикий культурный шок. От того, какие здесь люди, как они себя ведут, как они общаются, какие здесь местные традиции и как, в принципе, здесь устроено общество. Приведу пример. Здесь есть день, называется Шаббат. Это суббота, когда абсолютно ничего не работает. Когда я говорю абсолютно ничего, я подразумеваю под этим абсолютно ничего. Никакие автобусы, никакие трамваи, никакие магазины. Вы представляете это? Чтобы один день в неделю ничего абсолютно не работало. Никак. То есть ничего. Ну, то есть прям вообще ничего. Ты не можешь даже продукты себе купить. То есть нужно искать эти магазины и действительно поставить, стараться, чтобы их найти. Для меня, как для человека, который приехал из России, это был просто настолько серьезный шок, что я, ну, я охуел действительно. Дальше. Как может быть такое, что для того, чтобы получить паспорт, тебе нужно сделать очередь, ну, то есть записаться на очередь к приему через полгода самая близкая дата приема. То есть ты можешь записаться и получить свой паспорт только через полгода. Вы понимаете, как это работает? В России ты приходишь без очереди и получаешь паспорт. Также и к врачу в России ты можешь прийти, занять просто очередь, условно, среди людей, которые там сидят, и прийти на прием. Здесь ты должен все прозванивать, записывать. Для этого нужно разобраться в этой всей системе. Благо, у меня были здесь друзья, которые это знали. Но, опять-таки, с этого я словил культурный шок. Я словил также шок и с, в принципе, нацией, с их обычаев и с их манер поведения, потому что они очень часто не чисто плотные, они очень часто достаточно наглые, действительно наглые, когда они говорят то, что они хотят. Здесь это считается нормой, но в России это не так. В России ты, как бы, имеешь какую-то вежливость, где ты понимаешь рамки человека, где ты не будешь на них заступать, где ты будешь уважительно с ним общаться и не будешь как-то перегибать палку. Здесь же такого нет. Здесь люди говорят то, что думают, делают то, что хотят, и общаются так, как им комфортно. И, опять-таки, меня это повергло в очень большой ужас, потому что мне это совершенно не понравилось. Я вам скажу так. Я говорил просто всем, что, блядь, да в России в разы лучше, в России совершенно другие люди, в России по-другому все работает. Почему вы здесь живете? Что это за херня? Для чего вы это делаете? То есть у меня было полное неприятие этой страны во всех аспектах, в абсолютно всех аспектах. Я ее не понимал и отрицал. У меня действительно была агрессия, меня бесило жестко. Меня очень выбешивало, как они здесь живут, по каким принципам они живут, и по каким обычаям, по каким правилам. Меня это дико раздражало. И так я прожил примерно год своей жизни. То есть год после того, как я переехал в Израиль, меня здесь дико все бесило. Меня нереально выбешивало. Буквально каждый поступок, каждое действие, которое я видел на улице. Что касаемо языка, то есть иврит, мне действительно сначала было сложно это учить, потому что, во-первых, это очень специфический язык. Но в каком еще языке мы пишем справа налево? В каком еще языке нету совершенно гласных букв, и есть лишь согласные? Ну, то есть действительно язык ебнутый. И изначально мне его было изучать очень сложно. Ну, то есть я действительно сталкивался с проблемами, и это еще наслаивалось на то, что мне была очень неприятна культура, меня это все бесило, и понятно, что язык, изучение языка у меня шло очень тяжело. Но в любом случае я продолжал его учить, несмотря на то, как меня бесила эта страна, потому что я понимал, что мне здесь еще долго находиться, и мне нужно знать этот язык. Я его учил через не хочу, через не могу. И примерно через год, на момент, когда я выучил его на такой уровень, что я мог спокойно общаться на улице, с кем-то подойти поболтать, там что-то спросить в магазине, ну, то есть на таком уровне уже базовом, ну, то есть где я могу с кем-то действительно пообщаться. Это был переломный момент в моем восприятии этой страны. Именно в этот момент у меня сменилась вот эта агрессия и полное неприятие на понимание и, возможно, смирение. Когда я начал общаться с этими людьми, я начал их больше слышать, я начал их больше понимать. Я начал понимать, что это, в принципе, те же самые люди, просто у них так устроено. Это они делают не из-за того, что вот они меня, допустим, не любят, и из-за этого они так себя ведут. Нет, просто они не знают, как по-другому. Для них это норма. Они ведут себя так и общаются с другими людьми так, не потому что они кого-то там недолюбливают, а потому что, ну, это так принято. И как раз-таки после того, как я выучил язык на определенный уровень, что я могу общаться с другими людьми, я начал их больше слышать, опять-таки скажу. И за счет этого я начал больше проникаться в эту культуру. И у меня, во-первых, ушла вот эта агрессия. Следующие где-то 7 месяцев я был на таком нейтральном уровне, что окей, окей, ну норм страна, ладно, нормальная. И после этого, через 7 месяцев, это уже прошло, получается, полтора года моего пребывания в Израиле. Почему я говорю все в параллели с изучением языка? Потому что по мере того, как я учил иврит, я больше начал понимать эту культуру, я начал больше понимать этих людей, потому что я, в принципе, начал с ними больше общаться. У меня появилась возможность общаться с ними на их языке. Как раз-таки через примерно полтора года я выучил иврит уже на таком уровне, что я мог спокойно поговорить на практически любую тему, практически с любым человеком. То есть на такой уже разговорный уровень, нормальный. И тогда, через полтора года моего пребывания в Израиле, случился такой достаточно сильный переломный момент, когда мне, опять-таки, начала нравиться эта страна теперь. То есть я ушел от агрессии, я ушел от безразличия. Я начал проникаться их культурой, я начал проникаться их историей, их обычаями и тем, как они себя ведут в обществе. То есть я тоже начал находить там плюсы. Возможно, вот это вот хамство, условно, как это может показаться со стороны, на самом деле это не что иное, как то, что они делают то, что они хотят. И это именно то, что стопорит многих других людей, что они что-то хотят делать, но им не позволяют вот эти общественные рамки. Здесь же они что хотят, то они и делают. И я начал проникаться этим. И многими другими моментами я начал проникаться. И здесь, опять-таки, у меня все поменялось в моей картине мира в Израиле, в моем восприятии в Израиле. Я начал общаться с людьми, я начал заводить много друзей. Опять-таки, скажав про друзей, я начал заводить друзей как бы с самого начала, но это были исключительно русские друзья. И с друзьями у меня не было проблем, потому что, опять-таки, вы можете посмотреть предыдущее видео, я стал достаточно общительным здесь и нашел быстро много друзей. Но именно через полтора-два года пребывания в Израиле я начал заводить друзей израильтян. И, опять-таки, это был еще один очень важный момент в своей истории, когда я начал заводить друзей израильтян, я как бы начал чувствовать себя частью этого общества. И в этот момент я чувствую себя частью этого общества, я люблю это общество, я люблю эту страну, и я действительно считаю, что это моя страна. Я не отрекаюсь от своего прошлого гражданства, я не говорю, что Россия это фуфло. Я считаю и Россию своей страной. Я считаю, что Россия и Израиль это два моих дома, это два моих государства, которые я очень люблю, которые народ я очень люблю, народы, и которых культуру я очень люблю, обе культуры. Как раз-таки к чему я клоню? То, что через язык я начал понимать этот народ, я начал понимать эту культуру, я начал понимать эту страну. А многие люди, которые не учат язык, они просто на протяжении 5-6-7 лет, они до сих пор там не любят эту страну, не любят эту культуру и не любят этих людей, они их раздражают. Из-за чего? Из-за того, что они просто их не понимают, язык. Они не понимают, про что они говорят, как они говорят и как они мыслят. И за счет этого им приходится жить вот в таком вот нелюбви к этому месту, где ты живешь. А почему они здесь продолжают жить? Потому что в Россию ехать не вариант, потому что там война, а больше у них вариантов нет. И они продолжают жить в месте, которое они не любят. Как раз-таки изучив язык, они бы смогли полюбить это место. Я не даю гарантии, просто я говорю, как это лично было у меня и как именно я начал чувствовать себя частью этого общества. На этом все, с вами был я, Ник. Было приятно с вами пообщаться. Хорошего вам вечера.